Кортежем называется упорядоченный набор элементов фиксированной длины. При этом тип элементов может быть произвольный, первый элемент кортежа может относиться к одному типу, второй элемент другому, третий элемент к третьему или опять к первому типу. В Haskell для того, чтобы задать кортеж, мы используем следующий синтаксис. Кортеж заключается в круглые скобки, а элементы разделяются запятыми. Приведем некоторые примеры. Самый простой кортеж — это пара. Ну, например, пара из двойки и булевое значение true. Это двухэлементный кортеж. Пример трехэлементного кортежа тоже легко дать, но давайте добавим здесь значение символьного типа char. Вот это трехэлементный кортеж. Для двухэлементных кортежей есть полезные вспомогательные функции. Функция, возвращающая первый элемент, fst, от английского слова first, и функция, возвращающая второй элемент, snd, от английского слова second. Что касается типа кортежа, то тип кортежа устроен точно так же, как его значение. Если мы, например, возьмем кортеж из символа и булевого значения и спросим интерпретатора о его типе, то он скажет, что этот тип представляет собой пару типов. Первый элемент этой пары — это тип первого элемента, второй элемент — это тип второго элемента. Ровно такая же идея может быть применена к кортежам большей длины. Ну, например, если здесь мы еще один символ добавим, то тип будет тройка char, bull, char. Что касается единичного кортежа, то единичного кортежа нет в хаскеле. То есть вот такое вот выражение, тройка в скобках, представляет собой не кортеж, а просто тройка, заключенная в скобки. Скобки здесь рассматриваются как некоторый лишний декоративный элемент, который связан, возможно, с группировкой. Однако и в хаскеле есть пустой кортеж — это вот такое вот выражение. Тип этого выражения совпадает с значением этого выражения. Хотя здесь один и тот же символ используется и для типа, и для значения, тем не менее это не страшно, потому что пространство имен для типов, пространство имен для выражений никогда не пересекаются.